Весенне-летняя сессия 2024 в первую очередь запомнилась скандальным отстранением семи депутатов от блока Победа от участия в пяти пленарных заседаниях. Такого в истории молдавского парламентаризма еще не было. Попытки народных избранников прийти на работу наталкивались на стену из сотрудников службы безопасности. И это несмотря на то, что решение спикера было оспорено, а значит его действие приостанавливается. Отойдите в сторону, чтобы вы прошли на заседание парламента. Решение было приостановлено, понимаете? Вызовите кого-то из руководства. Вы за это ответите. Гроссу вам не поможет, никто вам не поможет. Пропустите нас. Решение приостановлено. Возьмите закон и прочитайте его. Вы его нарушаете. Вы нарушаете право депутатов парламента. Вы понимаете, что вы делаете? Впрочем, председатель парламента Игорь Гроссу без суда и следствия, часто весьма по-хамски навешивая ярлыки, еще на первом заседании весенне-летней сессии дал понять, что присутствие оппозиционных депутатов его только раздражает. А до предложений и законодательных инициатив оппозиции ему нет никакого дела. Продолжим с запросами, поступившими со стороны организованных политических группировок. Госпожа Апостолова, пожалуйста. Предлагаем также заслушивание министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну. Госпожа депутат, одна минута. Тренируйтесь, пожалуйста. А вас, господин Гроссу, я прошу потренироваться и перестать делать замечания депутатам. Спасибо. Поправка бандитам. Оскорбительные реплики в адрес депутатов от оппозиции продолжились на протяжении всей сессии. А в середине июня в парламенте разразился скандал. Когда Игорь Гроссу в очередной раз отказал оппозиционному депутату в доступе к парламентской трибуне, на этот раз представителю Блока Победы Денису Уланову для выступления по поводу поправок в закон о Нацбанке, депутату от Блока Победы и несколько депутатов от БКС в знак протеста заблокировали парламентскую трибуну. После того, как у него не получилось навести порядок в зале, председатель парламента перешел к карательным мерам и запретил всем им участвовать в пяти пленарных заседаниях. Отстраненные от работы депутату от Блока Победы протестовали это решение в суде, а их коллеги от фракции БКС в знак протеста против систематических нападок на депутатов быкотировали заседание парламента. Кроме того, политический блок Победы потребовал отправить в отставку Игоря Гроссу с должности спикера и призвал и других депутатов от оппозиции поддержать данную инициативу. Не отставал от Гроссу и другой представитель ПДС Уазу Нантой. В середине июня, выступая в парламенте, он сравнил артистов легендарного ансамбля «Жок», которые выступили на экономическом форуме в России, с проститутками. Вот в Москве на пресловутом съезде лихо отплясывали красивые молдавские девушки. Не бесплатно, как я полагаю. Что ж, в условиях русского мира, в Молдове, у красивых молдавских девушек будет блестящая перспектива. За рубли обслуживать в борделях русских воинов-освободителей. Выступление Нантоя вызвало скандал в обществе. Возмутились в политике из разных политических лагерей, гражданские активисты и рядовые граждане. Хоть и с опозданием высказалась и платформа женщин-депутатов парламента Молдовы, от лица которой вице-спикер Дойна Герман попросила Нантоя объясниться и извиниться. А депутату от оппозиции потребовали ввести против парламентария санкции в виде запрета на участие в пяти пленарных заседаниях. Однако председатель парламента так и не поставил этот вопрос на голосование. Сам Уазан Антоя в присущей ему манере заявил, что совершенно естественно, что всякие путинские мрази начинают свои извращенные интерпретации и категорически отказался извиняться. Сколько законопроектов парламент рассмотрел и принял в ходе весенне-летней сессии 2024, еще предстоит посчитать. Но среди них практически нет законодательных инициатив оппозиции. Весной депутаты ПДС активно готовились к президентским выборам и референдуму о евроинтеграции. Так, во исполнение пожелания президента Майи Санду, парламентское большинство рассмотрело и приняло законопроект о голосовании по почте молдавских граждан, проживающих в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Как отметили в оппозиции, это именно те страны, где за Санду на прошлых выборах голосовало максимально большое число избирателей. Россия, Китай и других стран, где также есть большие молдавские диаспоры, в списке не оказалось. Проект закона о пилотном голосовании по почте является ответом на многочисленные запросы представителей диаспоры, у которых уже была возможность голосовать с помощью этого альтернативного метода в странах их проживания. И они неоднократно просили, чтобы парламент и депутаты вышли с проектом закона, который облегчил бы им голосование. Все граждане, все избиратели должны иметь одинаковые условия на президентских выборах. Никто не должен находиться в более привилегированных условиях и никто не должен быть дискриминирован при организации выборов. К тому же многие страны столкнулись с серьёзными проблемами при организации электронного голосования или голосования по почте. Некоторые из этих стран более развитые, чем Молдова. А на заседании 16 мая парламент установил дату проведения референдума о евроинтеграции, назначив его на 20 октября, в один день с выборами президента. А также утвердил вопрос, который будет вынесен на референдум. Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдовы? В апреле парламентское большинство проголосовало за приостановку участия Молдовы в договоре об обычных вооружённых силах в Европе. В качестве причины была названа война в Украине и выход России из ДОВСЕ. Данные соглашения и договоры о его адаптации предусматривают лимиты на обычное вооружение для разных стран. Были они установлены и для Республики Молдова. Эксперты считают, что приостановление участия Молдовы в ДОВСЕ позволяет ей обойти квоту при закупке некоторых вооружений. Также в ходе нынешней сессии парламент проголосовал за расширение сотрудничества в военной сфере с Румынией. В мае парламентское большинство в окончательном чтении приняло поправки в законодательство, которые позволяют лишать гражданства граждан Республики Молдова, попавших под международные санкции. Эксперты назвали эти новшества серьёзным нарушением прав человека, так как право на гражданство, согласно международным нормам, является фундаментальным правом. Ситуация с лишением гражданства лиц, находящихся под международными экономическими санкциями других государств, это грубейшее нарушение конституционных норм. В таком случае гражданин не может быть лишён гражданства ни при каких условиях, особенно если у него только одно гражданство. Это исключено. Также в мае парламент утвердил поправку депутата ПДС Раду Мариана, позволяющую продлить срок аренды коммерческих площадей в Кишинёвском аэропорту с 3 до 5 лет. Эксперты заявили, что это явно делается в пользу французской компании «Лагардер», которую уже негласно называют победителем тендера. Однако 20 июня Конституционный суд признал эти изменения неконституционными. В июне парламент внёс поправки в Уголовный кодекс, который даёт новое определение понятия «государственная измена» и расширяют его. Теперь статью измене Родине можно будет применять не только во время войны. Также для вынесения приговора по этой статье больше не требуется, чтобы действия подсудимого нанесли какой-то ущерб. Эта инициатива подверглась резкой критике со стороны правозащитных организаций и гражданского общества. Amnesty International заявила, что новое определение «измены Родине» угрожает свободе выражения мнений, а расширенное определение расплывчатое и даёт возможность для злоупотреблений. А по мнению экспертов и представителей оппозиции, данные поправки представляют власти возможность привлечь к ответственности политиков, которые ездят в Россию, враждебную для официального Кишинёва страну. Нас хотят вывести из игры перед президентскими выборами, чтобы нас не было в политике и не дать нам возможность бороться с тем, что они делают. В июле парламент рассмотрел и одобрил законопроект, позволяющий МВД и СИП требовать блокировку сайтов, если их контент будет признан незаконным. А также в окончательном чтении ретифицировал бюджет текущего года, значительно увеличив расходы и, соответственно, бюджетный дефицит. Ассоциация «Промалекс», мониторящая деятельность парламента, на протяжении сессии регулярно фиксировала грубейшие нарушения законодательства и регламента парламента, игнорирование прав оппозиции, нетранспарентное и поспешное принятие законов, публикация многих законопроектов на сайте парламента либо в день заседаний, либо во время обсуждения, непропорциональное представительство оппозиции в ряде парламентских комиссий, принятие законопроектов без публичного обсуждения. Также «Промалекс» в своих отчетах отмечала, что оскорбительные высказывания председателя парламента Игоря Гросу недопустимы и противоречат регламенту парламента.